Эти ребята без пяти минут солдаты. Пока еще в гражданской одежде и с модными прическами. Однако вскоре все изменится. До минуты распланированный день, армейская стрижка, форма, ежедневные тренировки на плацу. Родина сказала надо и они пойдут служить. Давно уже был готов, знал то, что пойду служить. Думаю, что все хорошо будет. Сначала хотел в спецназ, потом понял, что в спецназ я по здоровью не прошел. Но то, что МВД забирает, это уже хорошо. Большинство молодых людей на призы военкомата явиться являются. Но есть и те, кто всячески уклоняется от мероприятия призыва. Самый опытный уклонист, 25-летний мазырянин, проигнорировал уже 15 призывов. Сейчас его ищут милиционеры. В целом, по результатам призывной кампании осень 2017 в прокуратуру было направлено 18 материалов. 13 человек на данный момент уже осуждены. Служба в армии – это конституционный долг каждого гражданина, который по своему здоровью и по другим катериям подходит для этой службы. Уклонение от обязанности этого долга влечет уголовную ответственность. В частности, предусмотрена статья 435 Уголовного кодекса за уклонение от предприятия воинского призыва. За уклонение от мероприятия воинского призыва предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, ареста или лишения ограничения свободы до двух лет. Если уклонение связано с членовредительством, с предоставлением подложенных документов, то будут осмотрены более жесткие меры ответственности в виде ограничения лишения свободы до пяти лет. Буквально на днях в военкомате прошел показательный судебный процесс. За уклонение от мероприятий призыва молодого человека приговорили к двум месяцам ареста. Но на этом его общение с военными не прекратится. Через некоторое время после отбывания наказания ему все же придется отслужить в армии. Военный комиссар полковник Виталий Кабраль уверен, служба – это долг каждого настоящего мужчины. Мировая обстановка, ситуация у наших соседей ежедневно сегодня уже говорит нам о том, что вооруженные силы не зря едят свой хлеб, что порох надо держать сухими, и сильная действующая армия – это гарантия независимости и стабильности в государстве. Поэтому вооруженные силы Республики Беларусь, выполняя свои задачи по предназначению, в том числе обучают гражданам, проходящих срочной военной службе, как правильно защищать свою родину в случае необходимости. В апреле военный комиссариат в местной газете опубликовал фамилию клонистов. Спустя некоторое время одного из них привел отец. Молодой человек скрывал от семьи то, что он игнорирует мероприятия призыва. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.